Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Вор в законе Робинзона Рабули. В списке 19 крестников покойного вора, в законе Робинзона Рабули большая часть фамилий, имеет характерное грузинское окончание Дзе, но нет ни одной с другим, привычно звучащим завершением Швили. Зная он загодя свою жизнь, возможно бы пересмотрел лингвистическое пристрастие. Врач Тюменской областной больницы Иван Балахашвили помог Робинзону совершить экстраординарный поступок сбежать из мест заключения. Впрочем, не он один. Поддельниками обрусевшего грузина стали люди с истинно русской фамилией Иванов и украинской пасечник. В 2000 году Робули после суда из Твери и топировали в Тюмень. Прибыв на место, вор в законе начал упорно жаловаться на плохое самочувствие, хватаясь за правый бок. Будучи отправленным начальником медслужбы колонии пасечником на медицинское обследование в больницу областного центра, он быстро нашел общий язык с соплеменником в белом халате. Балахашвили диагностировал у пациента рак печени в последней стадии и выдал нужную справку. Начальник колонии Иванов подготовил комплект документов в суд, который, поверив в медицинское заключение, досрочно освободил преступника из-под стражи. Робули вышел на свободу и растворился в пространстве. Всероссийская известность вора в законе вызвала навязчивый интерес правоохранительных органов к его здоровью. При тщательной проверке организаторы законного побега вынужденно признали ошибку. Правда, все они отделались довольно легко штрафом за злоупотребление, служебным положением. На свободе Робинзону Арабули не удалось долго погулять. Через два месяца его нашли в московской квартире супруги. Попытка вновь разыграть сцену со слабым здоровьем в колонии Мурмаши, куда он был доставлен для продолжения отбывания наказания, не увенчалась успехом. Арабули поставил на туберкулез, но просчитался. Туберкулез тюремные медики хорошо изучили. Впрочем, к прежнему четырехлетнему сроку за совершенный побег ему не добавили ни дня. Ведь формально он вышел на свободу на вполне законных основаниях по решению суда. Вымогательство в Твери. Тюменская история началась в Твери. До ареста Арабули имел многочисленные судимости только за кражи. Зарабатывать на чужом кармане начал в Грузии еще несовершеннолетним. С 1989 года грузин переехал в Москву и продолжил специализацию, причем гораздо удачнее, чем на родине, долгое время оставаясь неуловимым. Последний раз его задержали по подозрению в карманной краже, в 2010 году в 58-летнем возрасте. Оперативники рассказывали, что излюбленным местом работы Батона был аэропорт Внуково. В Тверь его привело более запутанное, но выгодное дело. Управление связи ВМФ решило построить для своих офицеров квартиры в старинном городе. Подрядчиком выступила тверская фирма «Крас», но переоценила свои возможности. Военным были предложены взамен восьми коттеджей в поселке Эмаус, в свою очередь возвращенные арбитражным судом за долги от другой фирмы Верхневолжи Жилстрой. Неизвестно, каким образом Арабули удалось отследить столь сложную цепочку движения недвижимости, да еще с участием моряков-связистов. К директору фирмы «Крас» заявились крепкие парни, представившиеся представителями воинской части, с предложением немедленно переоформить в счет долга два коттеджа стоимостью по 450 тысяч рублей. Потом ставка упала до одного строения, но дальше в ход пошли кулаки. Владелец «Краса» по своим каналам разузнал, что визитеры действуют в интересах авторитетного грузинского вора в законе Робинзона Арабули и решил обсудить с ним ситуацию напрямую. Эпопея тянулась почти два года. Почувствовавший удачу Робинзон потребовал участия в руководстве строительной фирмой. Бизнесмен понял, что может лишиться не только нескольких коттеджей, но и всего бизнеса. Только тогда он обратился за помощью в милицию. На оформление сделки в Тверь Арабули явился вместе со своей супругой Еленой Нестеровой, которой предстояло стать владелицей собственности. В офисе фирмы всех участников вымогательства арестовали. Тверской суд назначил Робинзону Арабули 4 года колонии. Вор Робинзон Арабули. Воровская биография грузина началась в 1970 году. 17-летним юношей его приняли в братский круг вора Культяпы, Барсегов, Оси Гоги, Егиев и Авто Чиквитадзе. Все они ушли из жизни еще в 80-х годах. Авто много курил и заработал рак легких. Культяпова во время ограбления застрелит неробкого десятка, сторож маленькой фабрики поселка Гурджиани, известного марочными винами, а Оси Гоги расстреляют в Тбилиси свои. В Москве Робинзон возьмет шефство над Сержиком, сыном Оси Гоги, пошедшим по стопам отца и ставшим вором в законе, но не досмотрит за ним. В 2010 году Сержика унесет в могилу овердоза. Сам Робинзон не прочь был немного побалдеть и забыться, что послужило причиной массы неприятностей в московский период жизни. В 1995 году, будучи под подпиской о невыезде, он исчез и через пару дней обнаружился под чужой фамилией в больнице поселка Одинцова. Лечение проводилось явно нетрадиционными способами. Под подушкой у вора в законе нашли несколько ампул синтетического наркотического препарата промедола. Через два года, в ноябре 1997 года, Арабули вновь задержались наркотиками. От расстройства у него случился сердечный приступ. Обмороком старого человека сопровождалось его задержание по той же теме в 2014 году. Незадолго до кончины в последний раз в жизни его наказали штрафом в 40 тысяч рублей все за тот же героин. Робинзон Арабули был хорошо знаком с еще одним влиятельным наркоманом из блатной среды, вором Пашей Цирулем, Захаров. Тот при жизни частенько делился с грузинским другом опийным сырьем. Предприимчивый вор. В 90-е годы считалось, что Робинзон Арабули вместе с дедом Хасаном, Усаян, Шакра Молодым, Калашов, Икима, Кварацхелия, руководят всем грузинским преступным сообществом. О себе Арабули обычно говорил, что ему отведена роль третейского судьи, и живет он исключительно на средства общака. Ему частенько в знак уважения к Сидинам подгоняли подарки, но по свидетельству хорошо знавших его людей южанин оказался довольно щедрым человеком и, пользуясь различными предлогами, вскоре все раздаривал многочисленным знакомым. Арабули, конечно же, лукавил, говоря о средствах существования. Кроме традиционных поездок во Внуково и неудачной попытки крупного вымогательства, грузина подозревали в организации производства на территории Тверской области поддельной алкогольной продукции. Во всяком случае, задержанные вместе с автопоездом, груженным 30 тоннами этилового спирта, сопровождающие лица показывали пальцем именно в его сторону. Влиятельный грузин, помимо общения с соплеменниками, не чурался контактов с остальными членами воровской семьи. Он стал крестным отцом для трех русских воров. Первого из них Петруху Бахтин, за косяк остановят в 1996 году. Позже его убьют. Причем точная дата смерти останется неизвестной. Через два года умрет в Екатеринбурге от передозировки наркотиками Коржик, Коршунов. Большую известность получит последний русский крестник Арабули Чоса, Чесовиков. Он приходился приемным сыном, известному вору Вове Черному, Чернышову, убитому в Бишкеке, в 1996 году. За сына очень просила вдова вора в законе. Ее просьбы, пусть не без споров, были удовлетворены. В 2000 году Чосу застрелят в Нефтьюганске. Еще Робинзон Арабули выступал на стороне чеченца, личи бороды, исламов, в очень спорном вопросе. Бывший командир бандформирования в тюрьме Краснодара неожиданно объявит сам себя вором в законе. Заключенные под стражу чеченцы обычно не признают сложной воровской иерархии и никаких законов, кроме шариата, окучкуются по родовому принципу. Полевой командир из каких-то соображений решил устроить жизнь за решеткой по-иному. Для истинных воров в законе поступок личи неприемлем, но Робинзон заступился за чеченца. Спор о полномочиях личи бороды закончился с его смертью в Волгограде в 2004 году. Родственники, забравшие на родину тело, утверждают, что он был отравлен. Покушение и смерть. В 2007 году в Москве на Робинзона Арабули было совершено покушение. Утром, выйдя из подъезда многоэтажного дома вместе с телохранителем и по совместительству водителем, оба попутчика попали под огонь из пистолета Макарова. Убийца под видом рабочего со стройки спокойно поджидал их около ее забора. Он произвел шесть выстрелов, стараясь целиться в голову. Пуля попала Робинзону в челюсть. Неудобный свидетель шофер получил ранение в область лица и шеи. Уголовного авторитета спешно доставили в институт Склифосовского, где врачи несколько суток боролись за его жизнь. Придя в себя, Арабули покинул Москву, переехав в Киев. В январе 2009 года в столице Украины его задержали и продержали ночь в обезьяннике. Робинзон яростно сопротивлялся. Украинцы, пораженные наглостью заезжего вора, не стали с ним долго церемониться и первым же рейсом отправили обратно в Москву. Последние месяцы жизни Арабули тяжело болел. Смерть приемного сына сильно подкосила его. Он умер в последний день февраля 2016 года и согласно прижизненной воле тела, было захоронено в Тбилиси.